Жил-был поп. Толоком не лоп. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товара. Навстречу ему балда идет, сам не знает куда. Что, батька, так рано поднялся, чего-то взыскался. Поп ему говорит. — Нужен мне работник, повар, коню и плотник. А где мне найти такого, служителя не слишком дорогого? Балда ему отвечает. — Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу. — Призадумался поп. Стал почесывать себе лоб. Щелк-щелку ведь рось. — Да, понаделся он на русский обось. — Поп говорит ему. — Ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи на моем подворье. Укажи усердие и прорье. Живет балда себе по полу в доме. Спит на соломе. Ездит за четверых. Работает за семерых. До утра у него все пляшет. Лошадь запряжет. Ползу вспашет. Печь затопит. Все заготовит. Закупит яичко и спечет. Да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится. Поповно лишь о нем упечалится. Попенок зовет его тятей. Каж заварит. Меньше с детятей. Только Поп один балду не любит. Никогда его не приголубит. О расплате думает частенько. Время идет, а срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит. Лоб у него заранее трещит. Вот он попадей признается. Так и так. Что делать остается? Попадья говорит ему. Знаю средства. Как удалить от нас такое бедство? Закажи балде службу, чтоб было ему не мочь. Да требуй, чтоб делал он все точь-в-точь. Так ты и лоб от расправы избавишь. И балду-то без расплаты отправишь. Стал на сердце попа веселее. Стал на балду он смотреть посмелее. Вот он кричит. Пойди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти. Мне уброг до самой моей смерти. Лучше бы не надо б на водохода. Да есть же недоимки на них за три года. Как наешь ты свои полбы, Соберись чертей, уброг неполный. Балда с попом понапрасну не споря, Пошел, сел на берегу моря. Там он стал веревку крутить, И, конец, ее море мочить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова